Добро пожаловать на канал Harder Set Info. Перед нами находится устройство Tecno Spark Go. И сейчас я покажу вам, как обойти проверку Google после сброса пароля. Итак, для начала мы выберем язык, чтобы нам было удобнее. Нажимаем «Далее». И сейчас самое важное — это подключиться к сети Wi-Fi. Подключаемся к сети Wi-Fi. Подключились, и теперь нажимаем на вот эту иконку. И здесь нажимаем «Обмен с окружением». Далее нажимаем «Включить». И нажимаем на вопрос «Нужна помощь». Здесь мы нажимаем на три точки в правом верхнем углу. Нажимаем «Поделиться статьей». Далее выбираем X-Share Mini. Здесь мы нажимаем «Разрешить». И выбираем «При использовании приложения». Далее нажимаем «Открыто». Там, где у нас Bluetooth, нажимаем «Разрешить». У нас появляется QR-код. Откладываем наш телефон в сторону. И теперь нам нужен второй телефон Android. И на него нам нужно скачать приложение X-Share. У меня оно уже скачано. Когда мы его скачали, мы возвращаемся. Не возвращаемся, открываем браузер. И здесь в браузере мы переходим на сайт, который называется hardreset.info. Можно также включить русскую версию сайта. Добавим «Ру». И теперь нажимаем на три полоски в правом верхнем углу и выбираем «Скачать». Теперь в поисковике мы вводим Android 11. И находим вот это. В FRP Bypass Android 11. Нажимаем «Скачать». И нажимаем «Скачать». У меня уже файл скачан. Если у вас не скачан, нажимаете «Скачать». После чего возвращаемся. И вводим «FRP Bypass Android». Нажимаем «Поиск». Нажимаем «Скачать». И также нажимаем «Скачать». Но у меня также файл этот уже скачан. Вон, да. Вот теперь, когда мы все это дело скачали, мы открываем приложение XShare, которое скачали ранее. И здесь нам нужно будет разрешить многие функции. Вы не пугайтесь, это нам просто будет нужно. Нажимаем на вот этот вот значок сканера. И здесь, когда мы нажимаем на этот значок, нам также будет нужно разрешить некоторые действия. И сканируем QR-код. Возможно, нужно будет отключить высокоскоростной режим, потому что другое устройство может его не поддерживать, как у меня сейчас. И теперь сканируем QR-код. Теперь здесь мы нажимаем «Отправить еще». Выбираем «Апк». И выбираем два файла — FRP и Android. И нажимаем «Отправить». И на нашем устройстве заблокированном мы выбираем «Получить». Ждем, когда получим то, что отправляем с другого устройства. И теперь мы нажимаем «FRP bypass browser открыть». Этот телефон нам, в принципе, уже не нужен. Мы можем его убрать. Попадаем в такое вот меню. Здесь нажимаем на три точечки и нажимаем «Вход в браузере». Нажимаем «Ок». Теперь нам нужно войти в любой Google аккаунт. Можно даже создать новый. Для этого мы вводим телефон для адреса электронной почты. И вводим пароль. И нажимаем «Далее». Теперь нас возвращает в приложение. Мы нажимаем на стрелочку назад, нажимаем «Выход». И возвращаемся на экран с выбором языка. Вернулись. Теперь нам нужна сим-карта. Нам нужно вставить сим-карту в наше устройство. Вставляем сим-карту. И тут же мы можем, опять же, выбрать язык, если нам это нужно сделать. Нажимаем «Далее». Нажимаем «Далее». Выбираем страну-регион. Теперь тут, где у нас Wi-Fi, мы нажимаем «Использовать мобильную сеть для настройки». И нажимаем «Далее». Тут мы ставим галочку «Соглашаюсь с приведенными высшими условиями». Нажимаем «Далее». Здесь мы нажимаем «Не копировать». Сим-карту мы, в принципе, можем достать, можем не доставать. И у нас добавился Google аккаунт, в который мы входили. Нажимаем «Далее». Здесь нажимаем «Ок», нажимаем «Принять». Далее выбираем «Песковую систему». Выбираю Google. Тут нажимаем «Пропустить». Здесь нажимаем «Пропустить». Здесь нажимаем «Нет, спасибо». Нажимаем «Пропустить». Нажимаем «Ок». Здесь тоже можем все пропустить. Здесь можем пропустить. И нажимаем на стрелочку. Таким образом мы обошли Google защиту. Вот, и открыли наш телефон, разблокировали наш телефон. И после чего лучше всего, конечно, еще сделать сброс настроек через приложение «Настройки». Вот, и на этом всем. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на канал. Пока. Пока.